Вы смотрите Столярный канал Владимира Желенко. Сегодня буду изготавливать вешалку. Заказчик предоставил форму, собственноручно нарисовал. Эта форма напоминает две буковки А, соединенных между собой. Эта вешалка предназначается для ученика. Усаживаемся, друзья, и приятного просмотра. Для изготовления буду использовать материал ясень. Посмотреть, какая прекрасная доска. Ровная, аккуратная, чистенькая. В конце доски лежит прибор. И сейчас надо замерить влажность. Позиция 4. 8,5% влажность. Лескамерной сушки. Дальше мне надо набелить заготовки для рамы. После изготовления на станке заготовки имеют такой вид. Это длинные рейки. Их 5 штук у меня. И вверху надо соединить. Надо зарезать под углом. Сделать паз. Сделать вставной шип. И все это соединить. В самом низу будут две перемычки стоять. Буквка А, только с двумя перекладинками. В верхней части заготовки я должен подрезать. И вот это подрезка под таким углом. Чтобы правильно продлить угол. Я установил детали. Вымерил. Они сейчас хорошо смотрятся. И в том размере. Рисую шариковой ручкой на бумаге угол. Замеряю и транспортирую этот угол. Делю пополам этот угол. И этот угол настраиваю на распиловочном станке. Чтобы сделать запиловку. Распиловочный станок джип с кареткой. Я из этого такое проспособление. Это проспособление служит для того, чтобы запиливать детали клином. И так с четырех сторон подрезаю. Основание вешалки. Сейчас буду настраивать свое приспособление домино. Зарезу пазы. Подгоню перемычки. И начну собирать эти все детали. Это основание вешалки. Или каркас. Каркас. Боковинки и перемычки буду соединять при помощи вставного шипа. Использую приспособление домино. От старых работ остаются такие домино. Это вставной шип. Начинаю сфрезеровать в стоевых. Настроил домино. Я забыл рассказать об одном правиле. Заготовка. Она одинакова со всех сторон. Но с одной стороны я ставлю метку. Это база. Базой укрепляют поверхности стола. На царгах, на перемычках и на стоевых. Так можно добиться точного положения заготовки. Вот примерно так фрезерую все отверстия. Выполнил фрезерование. И пазы смотрятся следующим образом. Вот так смотрится вставной шип. В нижней части, где перемычки, где царги. Вот так смотрится паз. Вставной шип. Сейчас все соберу. При пилении оставались такие остатки. Они как раз послужат, чтобы устанавливать ровно струбцину. И сдавливать. Использую клейберит 300 клей. Проверенный. Выполнена склейка. Остатки клея можно удалить разными способами. Я предпочитаю опилки. И зубную щетку. И сапожный нож. Поверхность ровная. После склейки. Продолжаю изготавливать вешалку. И в верхней части будет такая заготовка. На эту заготовку будет вешаться тремпеля. Или вешалки называемые. После обработки на фрезерном станке. Заготовка имеет такой вид. Теперь эту заготовку я должен обработать в токарном станке. И сделать шип. Шип это 25 мм. И в основании или в боковых стеночках я просверлю отверстие сверлом форстнера на 25. И саморезом, конфирматом еще дополнительно зажму. Чтобы вот здесь получилось хорошее точение. Я прорезаю торцовочной пилой. И потом резцом просто выберу немножко лишнее, где будет торчать. Так получается край очень ровный и при стыковке получится идеальная поверхность. Я здесь тоже прорежу немножко, там буквально. Есть две боковинки. Вверху просверлено отверстие. Глухое на 25. Две перемычки. И есть такая деталь, которая вставляется в это отверстие. На перемычке надо изготовить две полочки. Одна полочка прямоугольная, одна полочка в виде трапеции. Есть заготовки такие. И мне надо связать две рамочки. Внутри рамочек я буду нарезать ламели и вставлять ламели. Верхняя полочка будет иметь форму трапеции. Я сделал два угла, эти стабильные, 90 градусов. А следующий угол будет сложный. Я провожу линию. Разделю пополам этот угол. Высчитаю транспортиром. И этот угол буду ставить на пиле и пилить. На пол мне должен изготовить две рамки. Рамки это полочки. Одна прямоугольная. Вторая в форме трапеции. Основание или заполнять эти рамочки будут такими ламелями. Вот примерно так я должен установить. Так как полочка должна иметь одну поверхность, то я буду фрезеровать таким способом, чтобы после установки ламель была в одной плоскости с вот этой рамочкой. Ну, соответственно, и на маленькой точно так я должен расположить эти ламели. Располагать буду под наклоном. Первоначально я должен выставить домино и сделать здесь пазы. Потом сделать пазы в этих местах, где 45 градусов соединять. Поэтому решил соединить на встанной шип. Буду фрезеровать здесь, встанной шип и устанавливать. Буду использовать фрезу шестерку и свое приспособление домино. Сейчас настрою и покажу некоторые моменты, с которыми я буду работать. Я произвел разметку. Вот в этих местах мне надо фрезеровать. Фрезеровать таким способом, еще раз напомню, чтобы было в одной плоскости. У меня произведена разметка карандашом. Выбрал фрезу 8 мм. На своем приспособлении домино есть серединка. Здесь небольшое углубление. И в это углубление я ставлю крайнюю черточку разметки. Подвел и зажал. Потому что здесь все время надо сдвигать. Глубина фрезерования 15 мм. Фреза 8 мм. Выставляю крайнюю черту по углублению. Два прижима. Ну и покажу, наверное, как фрезеровать вот эти места, углы. У меня углы здесь и 45, и совсем другой угол. И вот это расстояние разное. Я покажу, как правильно надо фрезеровать, чтобы вставить вставной шип. Профрезеровал я. Получились такие пазы. Для того, чтобы соединить между собой рамку, зареза на 45 градусов, в одном месте совершенно другие углы. Я выполняю разметку. Измеряю вот это расстояние. К примеру, 60 мм. Делю пополам по 30. И провожу угольником линию. Это ровно середина вот этой плоскости. Середина. Вот эти расстояния разные, потому что разные углы и разная длина. Есть у меня метка. Это серединка. Золотая серединка на моем приспособлении домино. И самое главное, есть базовая поверхность у меня. Вот, к примеру, цифры стоят. Эти цифры, это верх заготовки. От них я плясал, когда нарезал отверстия. То есть я базой укреплял заготовку к столу. Сейчас точно так я поступаю. Для того, чтобы фрезеровать отверстия, я устанавливаю эту заготовку. Ровняю, чтобы край был ровно по столу. Конечно, правильно надо сделать ограничение. Если фрезер подошва маленькая, можно вот этим срезом упираться прям по дошву фрезера. Зажимаю заготовку. Здесь у меня разметка. С левой стороны я также переворачиваю заготовку. Никаких односторонних переворотов. То есть заготовка должна работать и справа, и с левой стороны. Каждый угол устанавливаю отдельно базой к столу. Можно снизу сделать подпорки, к примеру, укладывать, если заготовки одинаковые, стабильные. Вот такой получился паз. Потом надо изготовить штановой шип. И рамочку можно собирать. Но предварительно надо изготовить ламели. Их подрезать. Изготовление шипа. Свойство капекса. Не дорезает до конца. Есть регулировка. И вот я оставляю 8 мм как раз на паз. Фрезерный станок Jet 35 модель. На этот фрезер можно устанавливать концевые фрезы. Установлена фреза. И буду использовать этот фрезер своего рода как бы рейсмус. Есть заготовка. На пиле прорезал такой паз. Установлена каретка. Я буду проходить так, чтобы снизу оставалось тело. 8 мм. Шип выглядит следующим образом. Довольно таки плотно. Но так собирается. В одной плоскости все. Деталь криволинейная. Трапеция. Здесь немножко посложнее. Особенно с углами. С вот этими. Поэтому я решил сначала изготовить и зарезать прямой угол. Теперь начерчу линию карандашом. И вот эта линия уже будет служить контрольно для того, чтобы ориентироваться и дать припуск небольшой на длину паза. Вот примерно так получается будущая полочка. Интересное решение. Красивое. Необычное. Все детали готовы. Покажу, как выглядит встанной шип. Угловое соединение. Вставляется шип. Здесь у меня номера стоят. Вот так собирается. Сдавливается. Вот это шип будет очень надежный. Крепко удерживать. Плюс он дает линию, геометрию, поверхность. Покраска выполняется в два слоя. Не дают мне снять, друзья. Привет. Ты что не даешь мне снимать фильм? А? Зверь. Два слоя лака. Второй слой скороскораспалителя. Жду высыхания и сборка. Сборку буду выполнять на конфирматах. Вот так выглядит готовая столярная работа. Вешалка. Тяжело снимать такие большие работы в собственном дворе. Пространственная рамная конструкция. Для изготовления я использовал материал ясень. И материала пошло 0,030 метра кубических. Максимальная высота метр семьдесят. Ширина семьдесят. И размер нижней полочки пятьдесят на семьдесят. Эти размеры предоставил заказчик. Также заказчик предоставил схематический рисунок. И по этому рисунку я изготовил столярную работу. Полочка для ранца. Нижняя полочка для обуви. И верхняя полочка для тримпелей, чтобы вешать одежду. Вешалка для ученика. Так называется данная столярная работа. Интересно, прекрасно смотрится, мобильно. Можно занести, переставить. Не надо никаких, используя дополнительных креплений. Ширина позволяет занести любое помещение. Все соединения выполнял при помощи конфирмата. Такая необычная конструкция. Интересная столярная работа. Я не знаю, друзья, видели ли вы в магазинах такие конструкции. Напишите. Потому что часто начинающие мастера спрашивают, что же делать, сижу без работы. Я всегда советую, изготавливайте ту работу, которой нет в магазине. Вот мне хочется спросить у моих подписчиков, кто ходит часто в мебельный магазин. Много ли вы встречали таких конструкций вешалок. Хочется показать еще с одного ракурса, как выглядит данная столярная работа. Еще раз скажу, габаритные размеры, метр семьдесят высота, семьдесят ширина. Внизу полочка на пятьдесят шириной. Легкая рамная конструкция. Дизайн заказчика. Исполнение Владимира Жиленко. Всего вам доброго.